Добрый день, ребята! Приближается самый яркий первый весенний праздник – Международный женский день 8 марта. Изначально это была дата, связанная с борьбой женщин за равноправие. Сейчас в России в этот день поздравляют всю прекрасную половину без разделения на возраст. Дарят подарки и цветы. Это может быть роскошный букет или трогательная веточка мимозы. А к любому подарку прилагается открытка, в которой пишутся приятные слова и пожелания своей маме, бабушке, сестре. Открытка может стать и самостоятельным подарком. И сегодня такую открытку я предлагаю с вами сделать. Открытку с первыми весенними цветами, с подснежниками. Для этого нам понадобится основа для открытки – голубой офисный картон, гофрированная, гофрокартон. Или можно взять старую коробку и сделать из него корзинку. Зелёная-белая бумага. Итак, приступим. Складываем пополам голубой картон для основы открыточки. Складываем в сторону. Вырезаем из гофрокартона вот такую корзинку. Или можно, если у кого-то найдётся такая картинка. Вот я нашла вот такую картинку со старого календаря. Корзинку вырезала. Делаем детали подснежников. Берём полосочку бумаги. Сантиметра два. Складываем вдоль пополам. И вырезаем вот такие лепестки. Вот так. Вот такие лепестки у нас получаются. На один цветочек три лепестка понадобятся. У меня уже есть заготовочки. Вот такие. Вот такие. Берём зелёную бумагу. Вырезаем для стебелька тонкие полосочки. Полсантиметра где-то вот так. Чем больше вы хотите подснежников сделать, значит больше полосок и деталей лепестков. Вот такие полоски. Склеиваем лепесточки. Вот таким образом. Раскрывается. И приклеиваем вот так половиночку. Складываем и приклеиваем с двух сторон половинку лепестка. Такие лепестки у нас получаются. Вот такие лепесточки объёмные у нас получатся. Эти лепесточки мы приклеиваем к полосочке из зелёной бумаги. Получаем вот такой лепесток. Вырезаем так же, как и лепестки, листики с зелёной бумагой. Можно не картон, просто офисную бумагу. Складываем так же пополам и делаем их вот большими. Я из белой бумаги вам покажу. И получается зелёный листик вот такой. Приклеиваем эти лепестки к стебелькам и получается у нас целый букет подснежников. Затем мы берём вот такую корзинку и половину приклеим вот сюда. Вот здесь. И приклеим вот такая корзинка. Чтобы она была объёмной, мы её сделаем вот так. Пока одну сторону. Затем мы начнём приклеивать лепестки вместе со стебельками. Их нужно немножко вот так нам, чтобы они у нас были вот такими. Приклеиваем вот сюда. Можно пониже приклеить. Сначала приклеим, потом корзинку. Плохо клеим. Вот так. Так. Субтитры сделал DimaTorzok И приклеим лепесточки. Субтитры сделал DimaTorzok Теперь корзинку приклеиваем. Можно ее приклеить на скотч. Чтобы она хорошо держалась. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Также закрепим его на скотч. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Вот ровняю ножку вот так. Здесь у меня есть штучка вниз. Расправляем цветочки и подписываем вас с 8 марта. Смолишко. Смолишко. Вот. Субтитры делал DimaTorzok Открыточка должна у вас получиться. Желаю вам успехов. Открытка наша готова. Спасибо за участки.